Представители Фонда поддержки и защиты соотечественников, постоянно проживающих за рубежом, среди с вами имеют большое значение. На многом благодаря инициативе представителей «Русский диаспорт», выдвинутой в ходе Северного конгресса соотечественников в Москве в 2009 году, инициатива учреждения фонда была поддержана президентом России. 25 мая прошлого года был принят указ о создании Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Как вам известно, учредительные фонды являются МИД России и Россотрудничество, которые сформировали высшие органы правления Фонда «Управляющий Совет», председателем которого является Григорий Борисович Карасин, статус-секретарь, заместитель министра иностранных дел. Оперативное руководство текущей деятельности Фонда осуществляет правление и исполнительный директор Фонда, а надзор за деятельностью Фонда «Управляющий Совет», который возглавил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Григорьевич Новгород. Все мы понимаем, что борьба за права соотечественников не начинается с момента учреждения Фонда. Во многих странах накоплен богатый опыт такой деятельности. Однако создание Фонда, безусловно, качественно новый этап на этом направлении. Официально Фонд начал свою работу с 1 января. За это время подготовлена организационно-правовая и финансовая основа этой деятельности, включая положение о выдаче грантов и субсидий Фонда. Идется работа по открытию сайта, который мы предполагаем официально презентовать в ближайшее время. Параллельно с организационной работой Фонд уже приступил к основной деятельности. Естественно, на первом этапе она в большей степени состояла из изучения ситуации с правами человека в наиболее проблемных странах, установления партнерских связей с правозащитными организациями, консультаций с представителями юридических кругов. Фонд провел и продолжает проводить встречи с ведущими партнерскими организациями, такими как Россотрудничество, Международный союз российских соотечественников, Российская гидия адвокатов и другие. Средом партнерских организаций достигнута договоренность о подписании соглашения о сотрудничестве. Поддерживаются постоянные рабочие контакты с Департаментом по работе соотечественников Министерства России. И в Фонд уже поступило около 100 обращений граждан и организаций с просьбой о помощи, на которые мы стараемся оперативно реагировать. Поток обращений продолжает нарастать. Уверен, что присутствующие имели возможность познакомиться с составом фонда и представляют его цели, задачи и возможности. Тем не менее, хотел бы еще раз подчеркнуть на наш взгляд главное. Фонд призвано защищать российских соотечественников от нарушения их прав и законных интересов по этнокультурным признакам. Учитывая, что на первом этапе фонду сложно, охватить весь спектр вопросов защиты соотечественников, мы хотели бы сосредоточить усилия на оказании целевой правовой поддержки соотечественникам и правозащитным организациям на наиболее важных и актуальных направлениях, закрадивающих интересы существенного числа русскоговорящего населения, которых закон относит к категории российских соотечественников. Безусловно, это относится и к защите права наших соотечественников на использовании родного языка. В рамках этой деятельности мы планируем меры информационной, организационной, методической, юридической и финансовой поддержки, включая предоставление услуг адвокатов. Естественно, что вести эту работу мы предполагаем в сотрудничестве с правозащитными организациями и странными координационными советами соотечественников. Важным направлением деятельности фонда станет и взаимодействие с международными правозащитными структурами и организациями. Мы считаем, что решения, принимаемые фондом, должны опираться на максимально профессиональный и объективный анализ реального положения дел в каждой отдельной взятой стране, и для этого нужен постоянный мониторинг правового положения соотечественников. Естественно, что мы получаем большой объем информации, подготовленной местными объединениями соотечественников и правозащитными организациями. Однако зачастую их научно-юридическая составляющая оставляет желать лучшего. Поэтому в наших ближайших планах предусмотрено начать работу по формированию на местах адвокатских групп и особо квалифицированных юристов, которые могли бы готовить ежегодный анализ в соответствии национального законодательства, международным стандартам и обзор его конкретного применения в отношении российских соотечественников. Понятно, что наша работа должна проводиться совместно с партнерами в странах пребывания. Мы бы хотели с вашей помощью на основе консультации по страновыми координационными советами определить в наиболее проблемных странах положительно себя зарекомендовавшие партнерские правозащитные структуры и адвокатские бюро, которые могли бы вести конкретные судебные процессы по защите прав соотечественников. Мы готовы оказывать поддержку этим правозащитным структурам, отдельным правозащитникам, рассмотреть предложения о представлении премии и наградам фонда физических и юридических лиц, положительно зарекомендовавших себя на ней правозащитные деятельности в отношении соотечественников, проживающих за рубежом. Мы предполагаем провести презентацию фонда в ходе запланированных на текущий год региональных и тематических встреч с соотечественниками, а также направить представителей фонда в ряд государств для проведения консультаций и согласования совместной деятельности с организациями соотечественников и предполагаемыми партнерами. Уважаемые коллеги, хотел бы в заключение выразить искреннюю признательность за ту работу, которую вы в Координационных Советах ведете по защите и обеспечению прав на достойную жизнь наших соотечественников, проживающих за рубежом. Вопросы взаимодействия с соотечественниками всегда получали определенную поддержку и внимание со стороны нашего государства, со стороны правительства. Учитывались настроения и ожидания в сфере наших соотечественников. Создание фонда – это хорошо продуманная реакция президента и правительства России на такие ожидания. Конечно, фонд можно рассматривать как организацию, начинающую свою деятельность с нуля, но можно его рассматривать и как структуру, воспринявшую традиции, цели и задачи, которые реализуются МИДом, Россотрудничеством, Правительственной комиссией по делам соотечественников, субъектами Российской Федерации, а также действовавшими ранее Союзом Советских Обществ Дружбы или Роза Рубежцена. Сегодня все более востребованной становится так называемая «мягкая сила», то есть деятельность гражданского общества, включая неправительственные организации, в частности по отстаиванию интересов конкретных групп населения, будь то женщины, социально незащищенные группы, в том числе неграждане и прочие. В этом контексте у фонда многое впереди. Нам придется комплексно рассматривать с организациями и с людьми, работать вместе с ними. Нам придется складывать воедино усилия самых различных структур. При этом имеем в виду ориентироваться на мнение Координационных Советов, на поддержку наших Росзагранучреждений. Ну, в общем, окончательное слово в конечном итоге все равно будет за фондом, так как именно мы будем нести ответственность за итоги нашей работы. Мы себя настраиваем на годы серьезной и кропотливой работы, на системный и структурный подход, будь то в вопросах оказания конкретной правовой поддержки в судах международных или национальных, либо в сфере мониторинга соблюдения прав человека в конкретном государстве с упором на права так называемых национальных меньшинств, включая, конечно, наших отечественников. Для этого нам потребуется создать как в странах, где проживаются отечественники, так и в самом фонде нормальные структуры, которые будут взаимодействовать друг с другом. Ну, и в заключение хотел бы еще раз выразить вам большую признательность за то, что мне предоставлена возможность и почетная обязанность рассказать немножко о деятельности нашего. Спасибо за внимание, и я готов ответить на вопросы, если такие есть. Спасибо, Игорь Константинович. Коллеги, предлагаю, давайте рассказываться. Вадим, пожалуйста. Спасибо. Уважаемые коллеги, я сначала хотел сделать репост на организаторы нашего мероприятия, что, я думаю, меня поддерживают все наши коллеги. За последние несколько лет, наверное, впервые наша конференция, организация ее очень хорошая, очень качественная, и мы чувствуем нормальную работу и обеспечение той организацией, которой хотелось бы быть не всегда. А теперь по повестке дня. Вы знаете, вот выступление рукоделефон, вы послушали, хорошее, жизнедреждающее. Есть одна проблема, либо одна боязнь. Я думаю, все мы ее можем разделить. Я полагаю, если я постучал, за что я